Послание Якова, в частности, в главе 3, 8 стих, Яков ярко рисует силу и потенциальную опасность языка. Он утверждает, что ни один человек не может обуздать язык. Это неудержимое зло, полное смертоносного яда. Этот отрывок призывает нас к серьезному пониманию и ответственности. Что мы говорим? Апостол Яков осознает огромный вызов обуздания языка. Он сравнивает его с неудержимым злом и говорит, что оно полно смертоносного яда. Это не значит, что наши слова по своей сути злые, а то, что они могут нанести вред, если их не использовать мудро. Это отразвляющее напоминание о потенциальной разрушительности неконтролируемой речи. Сила языка отражена в книге притчей 18.21, где написано «Смерть и жизнь во власти языка». Наши слова обладают способностью укреплять или разрушать, исцелять или ранить. Мы никогда не должны недооценивать влияние наших слов. Посланник Ефесянам 4.29 Павел призывает нас ответственно использовать наши слова, говоря, «Пусть никакое отвратительное слово не сходит с уст ваших, а говорите только то, что помогает людям духовно расти в соответствии с их потребностью, чтобы вы помогли тем, кто вас слышит». В этом и есть наше христианское призвание использовать свои слова во благо других, поднимать их, а не опускать, и передавать людям благодать Бога. Хотя Яков указывает, что ни один человек не может обуздать язык, мы все же не остались без надежды. «Мы имеем Святого Духа, который направляет нас и помогает нам». В Евангелии Иоанна 14.26 Иисус пообещал нам сказать, что помощник Дух Святой, которого Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему. Он напомнит вам все, что Я сказал. Это включает в себя помощь нам контролировать наш язык. Говорить слова любви, правды и жизни. Итак, дорогие мои братья и сестры, давайте подведем итог этого краткого учения Якова о языке. Давайте постараемся использовать наши слова мудро. То есть строить, а не разрушать. Благословлять, а не проклинать. И если мы считаем, что это задача сверх наших человеческих сил, мы можем положиться на помощь Святого Духа, нашего Учителя. Поступая так, мы будем чтить Бога и служить нашим ближним. Пусть слова наших уст и размышления наших сердец будут приятны в глазах нашего Господа. Он есть наша скала, и Он есть наш Искупитель. Все мы, принявшие Его в свое сердце, как своего Спасителя и Господа, являемся Его детьми. Мы дети нашего Небесного Отца. Мы учимся у Него, мы становимся похожими на Него, если, конечно, слушаемся Его и живем согласно Его советов. Апостол Павел, посланник филиппийцам 4.7, обещает, что в таком случае мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Обещайте мне подумать об этом. Ну, я прощаюсь с вами, увидимся в следующих эфирах. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok